Всем добрый день, всем Мендут, жители Элисты, Республики Халмыкия. Меня зовут Санал Ачиров, я работаю адвокатом в Москве. Приехал в Элисту 29-го числа по такому поводу. Увидел информацию о назначении на должность временно исполняющей обязанности главы администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия. После этого я стал искать про него информацию в интернете. При поверхностном так называемом гуглинке ничего хорошего про него не нашел. Трезво оценил информацию из интернета, просто поверил в то, что хотя бы одна пятая из найденного мною правда уже получалось, что человек, мягко говоря, нехороший. Репутация его сомнительная. Участвовал в преступных схемах, связанных с его деятельностью главы фанатского движения футбольного клуба «Шахтер» в городе Донецк. Также всплывает информация о его супруге, занимающейся освоением господрядов в Донецкой области. То есть все строительство в настоящее время, которое ведется в Донецкой области, проходит через карман супруги Трапезникова. И поэтому задаюсь себе вопросом, что потерял в нашем Степной Республике, в нашем далеко не богатом городе, какие цели он преследует, зачем он здесь. Также есть вопросы к его образованию. Он учился одновременно в двух вузах. Вопросы большие к нему. По поводу его опыта. Батуш Сергеевич преподносит нам его как антикризисного менеджера. Возможно, он и менеджер, возможно, он и кризисный, но без приставки анти. Устав Городой Листы и все нормативно-правовые акты, которые регламентируют процедуру назначения на данную должность, а также квалификационные требования к главе города, говорят нам о том, что Трапезников по законодательству никак не подходит на эту должность. У него нет опыта муниципальной службы. Нужен опыт именно муниципальной службы пять лет. Наверное, учитывался опыт госслужбы в Донецкой, так называемой Донецкой народной республике. Опять же, что это за административно-территориальная единица? Она официально не признана ни Украиной, ни России, ни одним мировым государством. Как можно учитывать данный опыт в качестве профессионального? Большой вопрос, согласитесь? Повторяю, я свою позицию изложил в своем выступлении 29 сентября на площади Победы, в котором я говорил о том, что я не против варягов, я не против того, что он не калмыцкой национальности. Мы молодежь, мы не националисты. Если это будет действительно профессионал с хорошим послужным списком, который преображал, поднимал те или иные муниципальные образования, вопросов к нему не будет никаких. Работайте, пожалуйста, на благо нашего родного города. Даже к биографии вернемся того же Драпезникова. Если бы, условно говоря, в его послужном списке было бы поднятие таких населенных пунктов, как Горловка, восстановил он из руин Горловку, либо Донецк начал перестраивать, вопрос к нему не было бы. Поэтому, уважаемые земляки, я знаю, что вы все едины в своем мнении относительно данного назначения. Я разговаривал с сотрудниками ФСБ, сотрудниками МВД, с чиновниками муниципальными, государственными. Все знают и говорят, Санау, ты в своем выступлении, конечно, прав, но мы тебя поддержать не можем. Я знаю, что вы не можете меня поддержать. Я вас и не призываю поддерживать. Я понимаю, что в этом вопросе весь народ Калмыкии един. Все против этого назначения. Поэтому, Бату Сергеевич, прислушайтесь к своему народу. Уважаемые друзья, я также хотел обратиться, пояснить, почему я здесь. Многие из вас строят конспирологические версии о том, что за мной стоит какая-то политическая сила, что меня кто-то спонсирует. Отвечаю, всем, кто меня знает, знает, что за мной никого нет. Я просто своим примером, приехав из Москвы, хотел показать своему поколению, поколению 30, 25, 35-летних о том, что свое мнение высказывать надо, молчать нельзя. Также хотел обратиться к своему поколению. Давайте знакомиться, давайте создавать свой кадровый резерв. Я в скором времени об этом проекте, наверное, буду освещать в своем инстаграме. Мы создадим свой кадровый народный резерв, который будет проверяться всеми, всем населением. Составим из разных областей. Поэтому сейчас давайте знакомиться, давайте как-то кооперируется, коллаборироваться. Призываю всех. Также хочу обратиться к более младшему поколению студентам, к Алымгу. Уважаемые студенты, я знаю, что есть информация о том, что вам запретили участвовать в подобного рода мероприятиях, вам запретили выражать свое мнение. Под угрозой отчисления через ваших кураторов, через ваших старост. Обращаюсь к вам. Вам в этой республике, в этом городе жить, строить карьеру, жениться, рожать детей, кормить свою семью. Задумайтесь, почитайте мой пост, почитайте информацию в интернете и принимайте участие в наших молебнах, в наших сходах. Вас всех не отчислят. Если вы придете все вместе, всех студентов к Алымгу не отчислят. И если даже будут пытаться вас отчислить, тогда тем более придавайте этому огласку. У нас новое время, есть так называемая сила интернета. Я вот с молодыми ребятами никогда ранее, точнее я ранее был с ними со всеми знаком, с кем-то очно, с кем-то заочно. Но сила интернета перед общей бедой мы объединились и поэтому у нашего молодежного протеста нету лидера. Мы как можно сказать гидра такая, добрая калмыцкая гидра, у нас нет лидера. Всем спасибо, давайте знакомиться. Еще уважаемые друзья, уважаемые земляки, жители столицы, хотел бы донести до вас самое главное. Мы, молодежь, против назначения Дмитрия Трапезникова на пост сити-менеджера и мы добьемся его отставки. Кто меня поддерживает, приходите на наши мероприятия, не на митинги, на наши мероприятия. Цель у нас одна, независимо от того, какие мы представляем силы, в каких кругах общаемся, каких политических взглядов мы придерживаемся, каких жизненных принципов, по каким жизненным принципам мы живем. Цель одна – отставка Дмитрия Трапезникова. И мы ее, поверьте мне, мы ее добьемся. Халим, господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok